Закройте глаза и расслабьтесь. Лучше всего будет прилечь на кушетку. И если вы не один, то порекомендуйте прилечь и всем остальным. Лежите, расслабились, а теперь прислушайтесь к внутреннему я. Вспомните все хорошее, что когда-либо испытывали. Зафиксируйте эти эмоции и ощущения. Почувствуйте, прочувствуйте тот момент. Запомните его. На этой воодушевляющей волне приятно растекающихся чувств по телу вспомните, какое удовольствие вы получили от вселенной Ведьмака. Возможно, вы играли еще в первую часть, с самобытной боевой системой и неповторимой атмосферой. Возможно, вы прочитали все книги и пережили вместе с Геральтом потерю его друзей и исполнение предназначения. Возможно, лучшие эмоции подарил вам именно третий Ведьмак. Страх за Цири, потеря близких и свершенная месть. Такая многогранная любовь и такие незабываемые эмоции. Вселенная Ведьмака обширна, каждый находит в ней то, что нравится именно ему. И этого достаточно. Сейчас вы расслаблены и на задворках сознания вспоминаете свой любимый ведьмачий сет, самый запоминающийся квест, лучшую лично для вас концовку и самого невероятного персонажа. Вы радуетесь этому воспоминанию, но знаете, что уже пережили его. Первый, третий, книги, не столь важно. Это уже пережитый опыт. Приятные воспоминания, которые останутся с вами навсегда и несмотря ни на что. И теперь, когда вы возвращаетесь в реальный текущий мир, то открытыми глазами, полными надежд, видите анонс нового Ведьмака. И за ним ужасное падение акций CDPR со всеми этими новостями про непонятных менеджеров, инклюзивность, поддержку жертв сгоревшей жопы, отзывы лицензий. Не про разработку, обновление, работу над багами, геймплей или сюжет. Продолжать этот список можно бесконечно, но именно перебирая эти данные, вы осознаете, что красные активно идут по следам лидеров рынка игроделов, которые почему-то в погоне за непонятными целями разрушают и себя, и все вокруг. Это значит, что новый Ведьмак 4, который не так давно официально анонсировали, окажется не продолжением и наследием тех самых приятных эмоций, воспоминаний, впечатлений и даже не огромный пиар-подставой маркетингового отдела, а игрой, которая потенциально и целенаправленно уничтожит вселенную. Попутно, сделав из нее MMORPG в самом худшем понимании этого жанра, или еще лучше, игрой-сервисом. Вот прям, чтобы можно было покупать скины на любимых Ведьмаков, а самих Ведьмаков вытаскивать по гачей системе, чтобы доставать из сундуков с невероятно маленьким шансом орандиты и ирисы, а также усиливать их прокачиваемыми за донатрунами, чтобы отвары и эликсиры были платными, как и нормальная ведьмачья броня, а места силы бафали только если куплен батл пасс, чтобы каждый день был лимит на действие, а контент выходил раз в три месяца, чтобы сюжет не предлагал ничего нового, а только паразитировал на старых наработках, уничтожая любимых персонажей нелогичными, неестественными и несвойственными им решениями, в угоду повестке ради повестки, какой бы она ни была. Любимая и полная надежд игра станет квинтэссенцией всего дерьма, что есть в игропроме, конечно же в надежде стать лучшими в этом. CD Projekt Red сейчас очень ясно показывает свое отношение к франшизам и фанатам, а потому я призываю, на всякий случай будьте бдительны, не создавайте себе иллюзии по поводу новых проектов, не вкладывайте в них ожидания, не делайте предзаказы и думайте своей головой, даже если кто-то будет делать это за вас, давать вам надежду, разжигать ожидания и говорить, что на этот раз все иначе. Не верьте. Я прекрасно помню, каким ждал Киберпанк и как рисовал вам свои надежды. Со всеми нами это сыграло злую шутку. Ребята, сейчас немного полезной рекламы. Сегодня я хочу порекомендовать вам игру Lucky Jet от компании OneWin. Это передовая игра на деньги, в которой уже сейчас играют и зарабатывают тысячи юзеров. Игра простая. Мы регистрируемся, делаем депозит, жмем делать ставку и смотрим, когда Lucky полетит вверх. В любой момент мы можем вывести деньги до момента его падения. Также там есть история предыдущих раундов, на основе которых вы можете делать анализ и предсказывать, что будет в новом раунде и зарабатывать на этом. А вот игроки, которые уже сейчас зарабатывают и выводят неплохие суммы. Как вы видите, кто-то ловит достаточно высокие коэффициенты и получают очень хороший профит. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и затестите эту игру. Она реально того стоит. Промокод x2deb дает максимальный бонус к депозиту. Выигрывайте и выводите деньги на любую карту. Также есть телеграм-канал с прибыльными сигналами на Lucky Jet. Там собралось целое комьюнити единомышленников, где ребята постоянно анализируют графическую систему Lucky и неплохо зарабатывают на этом. Обязательно подпишитесь, если вам зайдет игра. Так вот, получается, что вы можете не верить мне. Даже должны не верить и мыслить своей головой. На вашем месте я бы сделал именно так, ведь факт в том, что Проджекты показали новый амулет Рыси, косвенно подтвердив еще одну ведьмачью школу и анонсировали начало новой саги. Всего лишь одной картинкой и скудным описанием, но не ММО и не игру-сервис, а самую настоящую, классическую и привычную игру с открытым миром во вселенной Ведьмака. Лучшую из лучших, как сейчас дорисовывает мне мой мозг. Только в реальности анонс был сделан не для анонса и представления игры, который, к слову, не существует практически никак и только-только собирается команда, а чтобы рассказать про переход на новый движок, о котором так много говорили спустя буквально неделю на конференции эпиков. Целый блок, отделив под восторженные отзывы разработчиков о том, какой же Unreal 5 хороший и как он поможет реализовать им все свои задумки. Анонс картинкой. Если не ошибаюсь, то именно так, год назад нам показали обновленного Ведьмака. Большой анонс на большом мероприятии Вечер Кон, который вновь сопровождался картинкой и короткой информацией о DLC к сериалу от Netflix. Прошел год, а релиз Next Gen версии Ведьмак 3 не только в очередной раз перенесли, но и ни разу не поделились хоть какими-то подробностями. Чего ждать, скриншотами, планами, хоть чем-то. Что-то мне подсказывает, что и картинка с новым Ведьмаком, и картинка с обновленным Ведьмаком, это как своего рода заглушки с датами релиза, которые ставятся только чтобы создать страничку с игрой. Только в нашем случае это официальные анонсы, для кого-то. Для эпиков, чтобы те рассказали о сотрудничестве во время презентации движка. Или для Netflix, для продвижения сериала и Вечер Кона. А то и для акционеров, перед недавно проведенными отчетами. Ведь после всех последних новостей, событий и решений компании, акции CD Projekt торгуются по сумме менее 100 злотых за штуку. Хотя на пике перед релизом Киберпанка стоили более четырех сотен. Понятное дело, что там был пузырь. Да и текущее падение связано с тем, что крупные релизы не скоро. Тот же новый Ведьмак 4 ожидается к 2026 году аж. А также с тем, что DLC Киберпанку и обновленный Ведьмак 3 по оценкам не оправдают своих ожиданий. Но даже сейчас стоимость акций котируется на уровне 2017 года. То есть на уровне, который был через два года после релиза шедеврального Ведьмака, а не на его пике. Так что о крахе компании сейчас говорить не приходится. Но возникает логичный вопрос. Если бы не все эти анонсы, пускай без подробностей, даты и простыми картинками, сколько бы сейчас стоила одна акция компании CD Projekt? Если обновленные Ведьмак и DLC Киберпанку не принесут триллиарды долларов почет и уважения, а они не принесут, так как оба продукта лишь поддерживают жизненный цикл игр, если разработка нового Ведьмака будет стоить очень дорого, если она затянется как с Киберпанком, или если игра в итоге не оправдает финансовые ожидания и надежды фанатов, то это вполне может сильно пошатунть франшизу, всю вселенную Ведьмака и компанию в целом. Конечно, говорить о крахе CD Projekt Red как-то странно и неправильно. Тот же Киберпанк полностью окупился и после всех патчей вполне неплохо продается, принося компании прибыль, но ситуация немного опасная, ибо новый Ведьмак пускай окупится, как Киберпанк, но вот на новые эксперименты финансы для маневра уже не оставят. А значит у красных вынужден останется один путь под крыло крупной компании, например тех же Майков. Поэтому в моей формуле краха и успеха из четырех составляющих, времени, затрат, выгоды и надежд, надежды ортодоксальных фанатов лично я бы ставил не в первый приоритет. Во главе угла, оперируя финансовой выгодой, скоростью и затратами, которые интересны и компания и ее акционерам. Тогда как надежды фанатов могут быть легко посланы к Гюнтуру. Вы ебываешься? Разумеется. А ты бы не выпендривался? Обожаю играть. Нет, на самом деле я так не считаю. Как мне кажется, надежды фанатов и удовольствие всех покупателей игры, это что-то из разряда самого главного. Ведь именно через этот пункт мы напрямую двигаемся к успеху. Никто не будет покупать или донатить в игре, если она никому не нравится, или если в нее никто не играет. Понятие нравится, конечно, очень растяжимое, но без него все остальное просто не имеет смысла. И вот тут кроется главный обман. Все эти картинки, заявления о разработке, попытки умыслить акционеров и нанятый директор по разнообразию, ничто по сравнению с тем, если главы CD Projekt, возможно, просто не хотят успеха своей игре. Не хотят делать что-то хорошее, стремиться к большему и достигать новых вершин. Сейчас я нахожусь под сильным впечатлением от романа Атлант Расправил Плечи, где описывается антиутопический мир, в котором равенство и благосостояние людей ставится выше этих самых людей и используется для оправдания своей никчемности. Да, мы выпустили никому не нужную игру с тотальным донатом, отвратительным сюжетом и геймплеем, но у нас расовое разнообразие, инклюзивность. В разработке участвовали бомжи с улицы, беременные мужики и бородатые женщины с двумя херами в штанах. Никто из них ни черта не шарит в программировании, дизайне и написании сценариев, но зато мы дали им работу и рассказали вам об этом. Нас не в чем винить. Атлант Расправил Плечи рассказывает о выдающихся людях, которые являются талантливыми творцами и фактически на своих плечах, словно атланты, двигают весь мир и отдельные его отрасли вперед, пока государство и другие участники рынка им мешают, используя для этого любые возможности. Роман был написан более 50 лет назад, но чем дальше я его читаю, тем больше вымысел из книжки, мне кажется, жутким описанием текущей ситуации. Когда-то CD Projekt Red были этими самыми атлантами. Как Близзы, Valve, Rockstar, BioWare, Беседка в то или иное время. Они развивали свои игры, двигали их вперед, а за ними и всю индустрию. Сейчас же, я не знаю. Если у них получится избавиться от гнетущего окружения, внешних раздражителей и справиться с проблемами, то есть вновь расправить плечи, то мы действительно получим выдающуюся игру. А если их талантливые творцы бесследно исчезли, то, как я и сказал в начале ролика, ждать не стоит ничего. Ибо все, что будет выходить дальше, это лишь работа по наработкам, качество которых будет все хуже и хуже. Я очень надеюсь, что CD Projekt Red найдет своих атлантов. Их ранее наработанная репутация и в целом неплохой киберпанк все еще работает на них. И тогда даже игра сервиса или MMORPG в руках талантливых творцов окажутся шедевром. Так что, отвечая на свой же вопрос, что будет, если новый ведьмак окажется игрой-сервисом, то все зависит от того, кто ее будет делать. Это может быть как ошеломляющий успех, так и полнейший провал. Однако, почему я все-таки заговорил об онлайн-играх? CD Projekt Red завидной чистотой и усердием мечтают выйти в онлайн. Мобильная моба, гвинт, монстр слэйр, нереализованный онлайн киберпанка или хотя бы его элементы в Cyberpunk 2077. Переход к новой стратегии с целью интегрировать онлайн во все свои игры и даже смена движка на Unreal 5, который позволяет гораздо легче реализовать онлайн-проекты. Это то, чем сейчас живут проекты и к чему стремятся. А оно и правильно, ведь самые прибыльные тайтлы у нас обычно так или иначе связаны как раз с онлайном. С MMORPG, играми с сервисами, соревновательными проектами или мобилками. Сколько там заработал невероятный Ведьмак 3, который поднял разработку игр на новый уровень? К 2022 году примерно 40 миллионов копий. Это большая цифра, которая, допустим, составит миллиард долларов выручки. Наверное, поменьше, учитывая, что последние лет 5 Ведьмак только на скидках. Но, допустим, лярд. Тогда как аниме гача под названием Genshin Impact, этот лярд заработала за полгода. Diablo Immortal за неделю после релиза уже имеет 10 миллионов установок и чертову знает, сколько денег заработал за это время. Сколько десятков миллиардов у Rockstar с их GTA Online даже представить сложно. Так что онлайн в Ведьмаке это уже не косвенные слухи, а четкая стратегия вывода игры в онлайн-пространство. Поэтому, если новый Ведьмак 4 не будет никак связан с онлайном, то я даже готов съесть свой ведьмачий медальон. Для меня вопрос только в том, как он будет реализован. Но об этом давайте уже в следующем ролике. Поддержите меня на Boosty. Там выкладываю ролики без рекламы раньше ютуба, а также даю доступ к закрытому чату и куче полезных каналов по Ведьмаку. Или просто подписывайтесь на телегу. Все анонсы, новости, опросы и так далее сейчас именно там. Что еще? Подписывайтесь на канал, жмите лайк, переходите по ссылкам в описании, смотрите прошлые ролики, да и так далее. А с вами был A Voice Rebus. Это просто канал об играх и увидимся.